Всем огромнейший привет! Варюшка, давай рассказывай, что у тебя произошло? Мне на день они решили купить телефон новый. Ну, это ты решила. У Варюшки есть свой телефон. Мы предложили, Варя, либо мы делаем тебе день рождения с друзьями, то есть мы идем куда-то, приглашаем друзей и так далее, либо мы тебе платим определенную сумму денег, да, и ты... Так как это юбилей. Да, так как это юбилей, то есть сумма большая, в принципе, поэтому вот Варя решила вместо дня рождения с друзьями выбрать себе новый телефон. Варе важна камера, так как она снимает много в лайк, а на этом телефоне камера не очень хорошая. Ну, нет оптического стабилизатора, а новый телефон у нее с оптическим стабилизатором. В общем, Варюня, давай покажи, какой ты себе телефон купила, но она начнет пользоваться, конечно же, им с 1 августа. Просто была скидка, мы долго выбирали. Да, хорошая скидка была на него. Так, Варюня, давай, доставай его. Да и стою. Сама, конечно, сама-сама. Я не могу достать его. Нет, вот за этот вот, за нижний перей, да. И доставай. Опа. Покажи сзади, какой он у тебя красивый, блестящий, вот такой вот переливается. Ну, это Мария. Подожди, это все Варюшкина. Ты довольна вообще своей покупкой-то, да? Очень довольна. Он переливается, кстати, там у него. На солнце как-то, да? Да. Открывай. Давай, доставай. Что здесь еще есть, Варя, в наборе? Чехольчик. Чехольчик. Наушники. Наушники. Я в отеле не люблю. Но Варя себе хочет купить еще на эти деньги беспроводные наушники, хорошие, да? А эти отдаст Темке, да, Тем? Заберешь у Варя, правильно? Вот он, переходничок для наушников. Да. Потому что здесь старый 3,5. И зарядка. Вот это ты себе заберешь. Покупай нет. Что же заберу? Теме мы тоже решили, он решил себе телефон, потому что он разбил. Да, как Тема разбил свой телефон, он пока ходит с... Я не буду с бабе. Да, мама отдала пока свой старый телефон, но ей, естественно, его нужно отдать. Снимай это. А мы сейчас оденем чехол сразу с Варюшей. Ну все, разбирайтесь давайте. Варюня, ну ты счастлива? Да. Да, ну молодец. Вообще взяли марку вот такую Vivo. Нам продавец сказал, что сейчас это как Опа, только лучше. Короче, есть один хозяин. Да. Какое-то у нее там название. Ему принадлежит Realme, Vivo, Opa и Hallway. И вот из всех сейчас самый лучший Realme и этот, и Vivo. Realme и Vivo. Ну вот мы выбрали Vivo. Ну по нашим характеристикам, которые именно нам необходимы. Вот этот вот телефон самый лучший сейчас. Ну мы просто урвались, сейчас новинка. Получается этот сейчас стоит, грубо говоря, 26 тысяч. Да. А нам он обошелся со скидкой... 18. 18. Потому что новая модель. 18. 999. Все включается, в принципе, все. Я пока ничего трогать не буду. Все, Варюнечка, жди дня рождения. Пусть-то я тебе все данные сюда перенесу, как на айфоне. У тебя здесь, кстати, пленочка сейчас покажет. Вот у тебя еще пленочка, видишь? Есть пленочка. Надо защитное стекло купить будет. Я прям заказ. А, да, мы заказ в Burger King сделали. Пришли вообще за боксами А4 новыми. Сказали, привезут только в пятницу. Сейчас пока нету. Давай. К сожалению. Смотри, у чехла есть такая заглушка интересная. Быстрее беги, мы первые. Папа, быстрее беги. Да не переживай, успеем. Так, Варюха выбрала еще вот такой дезик. Тольче Милк. С бананом. Варюх, все, у нас с бананом очень любят. Очень любят бананом. Есть разные. Вот такой. Такой есть. Да, наверное, еще какой-то оранжевый есть. Это очень яйцо. Ну все, пошли. Ой, вот эта женщина, смотрите, перелезла через балкон. Вчера ночью мы выяснили, что ее зовут Олеся. С третьего этажа пытается спрыгнуть. Она вчера напилась так сильно, тут орала под окнами просто полночи. Приехала полиция сейчас. Видите? Ой. Она считает, что ее машину кто-то стрелял вчера. Так напилась сильно, это был какой-то ужас. Вот полиция приехала. А чему ее нужно? Перелезать. Вот. Женщина какая-то полезла. Вон полиция пришла через другую квартиру. А че она полезла, если она не полиция? Все, спасли. Так че спасли? Сама могла перелезть. Да. Вот что сделает с людьми алкоголь. А кто интересно вызвал полиция? Ну, кто-то вызвал. Это ненормальное, вызвали пожарных с лестницы, чтобы ее снимать. Женщина, конечно, ее уже все, она перелезла в квартире. Но теперь представьте, что где-то реально нужна лестница. Из вот таких вот ненормальных алкашек приходится вот так людям. Ой, дурдом. Что творится с людьми? А теперь, смотрите, приехала далее у нас. А, фокусируйся. Спасатели. Это спасатели, наверное. Масс. Что это значит? Масс. Что это? Не знаю. Наверное, спасатели. Форма спасателей. А, это не сковер. Нет, это спасатели. Представьте, да, сколько народу вызвали ради какой-то сумасшедшей. Всем огромный привет. В последнее время что-то снимаю слишком редко. Не знаю, почему так происходит. Если честно, не особо хочется. Хотя понимаю, что для развития канала минимум три там влога в неделю они все равно должны быть. Вот. В общем, пообедали. Пообедали. Вчера сварила суп со щавлем. Обожаю такой летний вариант супа. Дети с удовольствием поедем. Тебе понравился суп? Да. Да. Вот. И сейчас поедем на Заталинку погуляем. У нас вообще негде на районе гулять, поэтому... Мне так сложно надоело. Да и надоело. Потому что Денису сегодня в ночную, далеко не уедешь. Вот. Ну, поэтому поедем на Заталинку. Сейчас вот я начинаю отработать. Зерцовский пак хотим съездить. Да. Ну, в Ордынку скоро поедем. У меня отпуск будет в июле. Потому что с Алтаем, скорее всего, пролетаем из-за квартиры. Понятно. Ну, да. Хотя у нас есть возможность. Я, кстати, снимал видюхи. Все-таки их не загрузил. Я там рассказывал. Делился. У нас есть возможность пойти в этот... Поехать в Алтай. Ну, все-таки, говорит, как бы на ремонт важнее. Хотя, в принципе, у нас на ремонт будет отложена часть денег большая. Поэтому... Не важно. Все равно. Знаете, вот эти непредвиденные расходы ремонта уже делали. Знаем. Проходили. Не знаю. Как-то и хочется отдыхать. В то же время, на самом деле, когда пытаюсь, пытаемся куда-то уже поехать, как-то начинаешь думать вот так вот 80 тысяч на 5 дней. Я очень как бы в семью куплю. В итоге у нас всегда так и получается. Обидненько, честно говоря. А с другой стороны отдохнуть охота. Ну, вот отец сжаловался. Он говорит, вот, особенно тот, кто за рулем. Как бы он, по сути, не отдыхает. Папа говорит, вот, он всегда уставал, потому что это всегда так получается за рулем. Потому что в Алтайе надо постоянно ездить, что-то смотреть. Это постоянно ты за баранкой. Ну, в общем, ладно. Еще планируем съездить на детскую железную дорогу с детьми. В зоопарк. Потом в зоопарк можно съездить. Тут такие какие-то моменты. Покупаться еще на московском поселке. Конечно, покупаться обязательно нужно. Ну, место хорошее нашли в том году, когда мать моя приезжала. Мы ездили купаться. Так что вот так вот. Ну, и так гулять. Что еще там? Детки, скажите привет. Привет. На Теме на день рождения в классное место пойдем. Вы потом увидите. Да, Темка выбрал сам себе место, которое он хотел, очень хотел. Естественно, мы пойдем туда, куда именно он планирует. Вот. Сам выбрал. Ну, расскажи. Армада. Армада. Ну, многим это ни о чем не говорит. Мы потом расскажем, что это такое. На Затулинке всегда так много пуха, потому что это одни сплошные тополя. Ну, конечно, он только-только начинается, но в целом его будет очень много. Очень-очень. Вот, дети идут, и мы вот так вот идем гуляем. Здесь такие статуи интересные. Это когда еще дети были маленькие. Они очень любили эту детскую площадку, вот такую, и лазить на всяких фигурках. Варюха тут гулять ходила, и в автомате первый раз выиграла игрушку. Знаете, вот когда 10 рублей запихиваешь, вот. Только это было вчера уже. Ну да, вчера было, но в целом... Как это называется? Блю. Нет, это понятно. Его название. А из игры радужные друзья. Радужные друзья. Смотрите, у Вари тут макияж какой. Ой, точки синие под глазами, и вот она вот так стрелки делает, да? Такие вот стрелочки. Они мне очень хорошо получаются. Ну, прикольно, необычно. Не как у всех, классно. Вообще, Варя сейчас была у подружки, у одноклассницы, да? Что вы там делали? Я ее учила краситься. Учила краситься? Она сама тебя попросила, да, об этом? Говорит, Варя, приходи ко мне, у меня новая косметика, да? Ну, у нее типа под водки. Ну, ну здорово. Вот это синее, слушай, мне нравится синее. Это ее цвет. А у меня нет синий, прикольно. А у меня получается вот такой вот. Ну, у тебя розовый и черный. Можете еще какой-нибудь цвет купить, раз тебе нравится. Она заказывала набором, там очень разные красивые цветы. Пусть она потом скинет, где заказывала. Она на полберсе заказывала. Ну, скинет ссылку, хорошо? А у нее нету, она сказала найти, ну, типа... Если она заказывала, у нее явно осталась ссылка. Короче, мама ей потом поможет, не переживай. Ладно. Так, Варя просила показать, что она делала сегодня вот здесь. Так, да я скажу. Давай расскажу. Это косичка. Перчатки, знаете, одноразовые вот взяла и делала из пластилина. А тут я делаю еще тень, тенями, тени всякие. Это колбаса. Колбаса. Колбаса какая-то неудачная. Ну, соля, видишь, похоже. Тепанная горязная я сделала тенями. Так, дальше. Дальше. Сыр тоже, видите, всякими стенами. Видно же? Да, да, видно, видно. Дальше. Картошка тоже горязная. Картошка. Ну да, в магазине же она такая продается, правильно? Дальше. Суп. Суп сделала. Так. Дальше. Хлеб. Хлеб. Как в пакетах, правильно, продается. Так. Это, это малина. Малина. Я коробку сгорела. Так, еще что-то сделала, да? И это пучайбрат. Ага. Я их открыла, нарезала. Все, интересно прям. Это Варюшкины последние покупки. Варя переживала, что еще не показала, что она вот такую помаду Дольче Милк купила. Она очень вкусно пахнет. Слушайте, аромат вообще потрясающий. Просто потрясающий аромат. Да. А еще вот покажи, мы тогда закрытую. Покажи, как там. Цвет такой офигенный. Да, красивый. Очень красивый цвет у Дольче Милк. Такой блеск. Да. Такой прям нежный для детей самое то, да? Да. Супер. Видите, у Варя тут все с Дольче Милк. Красота такая прям. Что Варюшка брала к своей однокласснице. Это вот этот Дольче Милк тоже. Прям любимая ее фирма, да? Марка Дольче Милк, Варюшка, пользуется. Ну, вкусно пахнет. Кстати, очень крутая мицеллярка, потому что хорошо стирает стрелки. Прям вообще на ура стирает. Кстати, вот эта подводка очень крутая, потому что я ее могу стереть просто салфетками. Да? Я стираю салфетками. Что она еще брала? Вот такие тени брала. Ты си отойди. Потом я Варе отдавала. Варень, помоги, неудобно одной рукой. Румяшки. Да, буржуа. Красивый оттенок. Дальше это Варюшкина кисточка она сама брала. Варь, помыть ее надо. И что-то вы тут из бисера делали, да, походу? Да. Все. Варюшка у нас тут стала таких девчонок рисовать. То есть лица. Смотрите. Это ее работа полностью. Мне кажется, неплохо. То есть прям уже такие, знаете, черты лица. Смотрите, как интересно. Прям такие позы интересные. Не просто, знаете, в анфас или как это называется. А уже прям в бок, когда смотрят. Мне кажется, круто. Напишите, как вы думаете. Мне нравится, по крайней мере, правда. Сегодня долгожданный скрининг. Первый УЗИ. Естественно, я его безумно ждала. Но при этом я почему-то безумно волнуюсь. Ну вот представьте, за все три уже третья беременность. Представляете, сколько у меня было разных скринингов. То есть в каждой беременности три скрининга. Потом еще плюс дополнительные УЗИ, возможно. Представьте, сколько раз я уже была на таких УЗИ. И первый раз за все три беременности я прям реально волнуюсь. Очень волнуюсь. Денис говорит, что ты раньше-то не волновалась. Все же было нормально. А сейчас что не так? Так, Варюха отвлекла, я продолжу. В общем, два дня назад ночью у меня началась жесткая паническая атака. Как раз на фоне вот этого переживания. Я сама себя так жутко накрутила. Я знаю, что сама виновата в этой ситуации. Но я начала просто... Меня все трясет. Слезы льются. Я вообще не знаю, что происходит. Я не могу остановиться. Начиная на фоне переживаний. Я всегда, когда я переживаю, меня начинает тошнить. В общем, вот это состояние просто отвратительное. Голова болит. И я не могу успокоиться. В общем, еле-еле-еле я пришла в себя. Дениса не было. Он тогда был в ночную. Дети спят. В общем, это было 2 часа ночи. Ужасное состояние. Еле-еле из него вышло. И заснула уже ближе к 6 утра. В общем, это была просто отвратительная ночь. Вот представьте себе, первый раз себя так сильно накрутила. Не знаю. Никогда такого не было. И вот что произошло, вообще непонятно. Вот. В принципе, сейчас скоро уже будем выезжать. Дети хотели остаться дома и погулять. Но что-то у нас погода сегодня совсем не ладится. Поэтому они решили ехать с нами. Так что поеду, потом вам расскажу, как всё прошло. Я даже сейчас волнуюсь. Не знаю. Ну вот что, что, что вот такого может произойти. Вроде всё нормально. Дурду. Сама себя накручиваю. А вообще, дети сегодня должны были выступать. Причём выступать не в школе, а уже такой, знаете, новый уровень. Они должны были выступать в ДК Ефремова. Но об этом выступлении мы узнали буквально пару дней назад. Именно в это же самое время, когда у меня скрининг. Я его, естественно, перенести уже никак не могу. Потому что, как вы знаете, все скрининги делаются с определённой по определённую неделю. То есть нельзя сделать её недели позже и так далее. Вот. Поэтому я не могу перезаписаться. Следовательно, мы не можем отвезти детей. И, к сожалению, на это выступление они не попадают. Но у них ещё выступление впереди на День города. Они будут выступать прямо на площади Ленина, на вот этой большой сцене. Вот. Будут репетиции в Маяковском и так далее. В общем, будет неплохо. Так что, да. Ну, туда они попадут. А здесь, к сожалению, сегодня выступление без наших детей. Я попросила родителей, может, кто-нибудь на машине сможет забрать наших детей. Как бы, вроде бы, ничего сложного. Но при этом каждый сам за себя. Знаете, вот. Одна мама попросила, вторая. Никто. Только одна, сама первая сказала. Я еду, беру ребёнка и могу ещё взять там, ну, да. Вот всё, машина забита детьми. Хорошо. Одна единственная. Минуточку там, ну, сорок. Мам, ну, половина явно на машинах, да, едут. Папы там, мамы, бабушки, кто угодно везёт. Ну, как бы, не знаю. Вроде бы делаем одно дело, да. Выступление, это коллектив общий. Но вот так. Я в чате написала, что очень, ну, конечно, нехорошо, когда каждый сам за себя. Вот. И там тоже мама одна говорит, я не могу отвезти. Тоже в итоге вот ребёнок пропускает то же самое. Вот как и у нас получается. Ну, не может. Не знаю. Ну, вот каждый же едет, и половину машины пустая. Но я не знаю, что сложного взять. Мы с удовольствием всегда, когда у нас есть возможность. Вот, например, у Вари там день рождения, ну, у её одноклассников. Мы всегда садим детей дополнительно там, ворюшкиных одноклассников, спокойно отвозим. И в этом ничего сложного нету, страшного нет. Что такого, если ещё дополнительный ребёнок сядет в твою машину? Не знаю. Я не вижу большой такой ответственности. Но многие родители, большинство получается сами за себя. Вот в Вареном классе я очень ценю родителей, потому что вот у них взаимовыручка есть. Там один не может, второй набивает машину детьми и едут сколько раз Варю подвозили, сколько раз мы подвозили. И это здорово. Но вот, допустим, в Тёмкином классе такого нет вообще. Ну и получается, что на вокале в целом нет вот этой вот взаимовыручки, когда один отводит, потом второй может второй отводит. Такого, к сожалению, нет. Вот. Ну ладно. Пропустили, пропустили. Что ж теперь поделаешь? Зато поедем на городское выступление на День города выступать уже на большой сцене. Дети очень ждут. Дети готовятся у них выступления прям каждый день. Точнее, репетиции каждый день. Вот. Ну и потом покажу вам, конечно же, весь концерт. Помните Варину аллергию? Мы, конечно же, её вылечили, нам выписали таблетки. А теперь у нас Артём принёс, походу, из лагеря тоже. Вот Варя после лагеря пришла с аллергией. Вчера у нас Артём пришёл вот с такими вот пятнами. Мы почему-то теперь начали грешить именно на лагерь. Вы посмотрите, что происходит. И Варя тоже считает, что это из лагеря всё идёт. Посмотрите, что просто обсыпало. У него щёки все красные. Так же, как у Варя. Прям точь-в-точь. Что происходит? Потому что мы дома не даём чего-то нового. То есть нет такого там, что они едят то, что никогда не ели и так далее. Вот. И чисто из лагеря приходят и вот с такими вот ногами. Я не знаю, что делать вообще. Вот, смотрите. И щёки у нас вот такие вот красные, как у Марии. На трёшке. У Варюхи было так же. Да, Тём? Угу. Ну вот, на руках. На руках не так, но... Ай, не фокусируется. Ну, в общем, на руках тоже есть. Прикольный автомобиль. Надо сильнее наступать, дети. Подожди. И до конца. Сильнее до конца. О! О! Всё. О! Слушайте, я здесь последний раз была 8 лет назад. Вообще все до единого скрининги я прохожу только во Умите и только у одного доктора. Вот. Поэтому мы снова приехали сюда. Это, конечно, вообще другой конец города, но зато... Ну, зато вот так, да. Ну, зато вот так, да. А что ты хаваешь? Конфетка. Едем домой с Кузи. Покажу вам вот эти чудесные снимочки. Смотрите, ножки подогнул, ручки вот сюда за голову и лежал такой смешной вообще. Фотография вообще смешучая. Ещё вот такая есть. Это, наверное, 3D или 4D, не знаю. Класс. Ещё нам дали конвертик. Здесь написано, мальчик или девочка. Вот. У нас врач Васильева на минуточку с Варей, вот в прошлый раз не ошиблась, она говорит, что с вероятностью 85% это правильно. Васильева очень крутой врач. Вот, в общем, я не знаю, мне так хочется открыть, но я понимаю, что я хочу гендер-пати. Я не знаю, что делать, что делать. Мама. Боже мой. Безумно хочется открыть конвертик. Безумно хочется. Что такое? Я забыла пристегнуться. Вот ты даёшь. Вообще молодец. Молодец, Варя. Ты такая умничка. Ужас. Боже мой, что делать? Терпеть, да, наверное, до 20 недели, перепроверить, и потом уже сделать нормальное, полноценное гендер-пати. Вы хотите гендер-пати вообще? Вы хотите гендер-пати, да? В общем-то, давайте расскажу свои ощущения. Боже мой, я, конечно, завтра переживала. Всё просто замечательно. Всё просто-просто супер. Так что это правда замечательно. Всё с малышом, в порядке. Конечно, я сдала ещё там кровь на патологию. Будут через 2 недели. Но мне в заключении уже написано, что данных не обнаружено. Ну, в общем, всё нормально, короче говоря. Врач говорит, что всё хорошо. Вот, да. В общем, ручки-ножки кверху. Вот так вот ручки кверху. Ножки боком вот так, крестиком. И лежал, кайфовал. Пил, как врач говорит, пил водичку. Ну, это вот амниотическую жидкость. Вот, что ещё? Да, но в чё дело. В общем, я просто рада. Я выдохнула. Я просто выдохнула. Что всё замечательно.